Вера — это позитивный процесс, это сила, которая меняет полностью судьбу человека. Вера, она исходит от Господа, потому что у нас Господь в сердце находится. И если человек его глубоко понял, Господа, то он знает, что когда мы верим в свою судьбу, в жизнь, в свои мотивы хорошие по отношению к людям, если верим, то это непобедимая сила. А сомнения разрушают всё всегда. Сомнения тоже нужны, они развивают человека, но они не делают его успешным. Очень. Успех идёт от веры. Надо верить в людей. Я всегда в школе, в институте, я всегда был придурком. Я потому что делал такие вещи, которые всем показали странно. Например, в институте я утром выходил, но я всегда верил, что это хорошо, если быть самим собой. Всегда у меня была твёрдая вера в это вообще. Я выходил утром в одних плавках на улицу зимой босиком, с ведром воды. Все бабушки в том доме, где я живу, они с кокном садились смотреть. Как я буду зарядку делать, обливаться. Ну, делать нечего, они садились смотреть. Люди выходили, такие недоумения проходили. Потом я одевал чёрный пиджачок, у меня был зимой и летом одним цветом, короче. Такой кожаный пиджачок, и шёл на работу. У меня волосы, были длинные волосы, они замерзали, и была такая шапочка из льда сверху. Я заходил в институт в таком виде. То есть, народ такой, опа. Но потом все уже ко мне привыкли. И когда они меня видели, они немножко так улыбались. А я очень смело себя вёл. Я не боялся говорить то, что я чувствую от людей. Одна девушка подошла ко мне и говорит, «Ты вот, говорят, так видишь будущее». Я говорю, «Говорят». Она говорит, «Скажи, что будет со мной во время поездки и летом?» Я поеду в тур. Я говорю, «Зачем тебе об этом знать?» Она говорит, «Ну, неинтересно». Я говорю, «Знание должно человеку помочь исправить ситуацию, а не просто интерес, любопытство». Она говорит, «Ну, давай, ты слишком много рассуждаешь, давай говори». Я говорю, «Ты подошла ко мне, потому что Господь тебя направил». Она такая смеётся, прикалывается. Я подошла, потому что подошла. Я говорю, «У тебя время поездки, если ты будешь там выпивать, в твоей квартире помрёт твой друг. А если будешь гонять на машине, то попадёшь в аварию, но останешься жива, будет перелом». Она начала угорать на меня и пошла. А потом подошла ко мне такая злая, в осень, и говорит, «Зачем ты меня сглазил? У меня друг погиб в квартире от перепоя». И я сломал руку в аварии. И я не стал ей ничего объяснять, доказывать, потому что она при колодце подходила ко мне, а её Бог послал предострелить. Я старался быть самим собой. Но меня воспринимали, вот как воспринимали. Потом эта девушка, которая вот это мне вопросики задавала, она начала слушать мои лекции через много-много лет, после того, как это всё происходило. И один мой одноклассник, с которым мы вместе учились здесь, в школе, тоже начал слушать лекции, менять свою жизнь. Ну, я был смешным и в школе, и в институте, зато потом начали люди присматриваться, прислушиваться, кому надо. Поэтому надо быть самим собой, даже как бы странно это не выглядело. И кому надо, оценят. Нужно просто плохо не думать о людях, желать им добра всегда, и жить честно. А какой ты по природе, ты можешь быть очень необычным. Это нормально. У нас один молодой человек, мой знакомый, он всегда задирался, ну, так задорный такой, задористый был. Вот, задирался к людям такой всегда. И мы ему на дне рождения поздравили, мы подарили открытку, там бык такой был нарисован на открытке. И написано было, самому необыкновенному. Ему очень понравился подарок. Говорит, спасибо, это классно. Не бойтесь себя. Учитесь этому. Все, что Бог вам дал, это все хорошо. Если человек себя не боится, он становится успешным в жизни. Кому не нравится, тому не нравится. Что думаете, я всем нравлюсь? Он в интернет куча всего, там пишут злобные всякие письма, что-то сочиняют про меня. Я читаю, мне смешно. У меня вообще не злят эти все восприятия, это все. Много людей очень чувствует помощь, благодарность. Много людей чувствует. Я уверен, что у вас многие знакомые послушают лекции, и говорят, фу, какая вы, какое-то все, бе-е-е, так ведь? Или нет? Нет? Ну, некоторые так говорят. Один мужчина, одна женщина слушала мои лекции, из такой состоятельной, серьезной, ну, как бы, семьи, богатой, из Москвы. И мужчина, ее муж, ну, серьезный человек, он все время критиковал, она включала лекции громко, он всегда спорил со мной. И там пробки в Москве, ему надо ездить, что-то делать, и он, ему так понравилось спорить, он включал мои лекции и все время спорил со мной. Ему так нравилось, вот он слушает и все время спорит. Потом начал слушать лекции, перестал спорить. Потом пришел ко мне, рассказал эту историю, мне очень понравилось. Здравствуйте. Я последний месяц смотрела ваши лекции, поэтому я пошла домой и загадала, что вы к нам приехали в Градонид. В этот же вечер я открываю Инстаграм, я делаю рекламу, что вы к нам приезжаете. И удивилась тому, что мои желания какие-то исполняются очень быстро. Я понял теперь, из-за кого это все. Все в Караганду поехали. И очень часто такое происходит, что я что-то загадываю, и это тут же исполняется. Но у меня в голове бывает очень много негативных мыслей. Можно узнать, откуда они появлялись, и как бороться с ними, чтобы их не было, потому что я уже боюсь своих желаний, и я знаю, что не исполняется. Но у вас не желание исполняется. Вы просто чувствуете в ход времени. Чего тут такого страшного? Просто вы это так понимаете. На самом деле у вас есть контакт с Богом, но истина же она есть, она существует в этом мире. Она известна. Господу в сердце все известно. И, допустим, вы почувствовали, что я приеду в Караганду. Это неделю назад вы почувствовали, да? А я запланировал за три месяца эту поездку. То есть она была известна раньше, эта информация. И Господь вам подсказал, чтобы вы пришли на векцию. Просто у меня еще бывает такое, что я могу даже неосознанно кому-то что-то сказать, и это вот потом не бывает. Вот это неосознанно, это и есть то, что вы имеете контакт с Богом. Вот все люди имеют контакт с Богом, но не все понимают, как этим пользоваться. Поэтому у нас сегодня такая интересная тема, диагностика судьбы, да? Вот это и есть контакт с Богом, диагностика судьбы. Как понять, как этим пользоваться? Вот как раз это по сегодняшней теме будем изучать, как взаимодействовать с Господом в сердце. Потому что напрямую он нам не может сказать там из сердца прямо как по телефону, «Эй, ты куда пошел? Там трамвай. Маслом уже полили». Нет, он так не будет делать. Он нам намекает, намеками дает знания. И вот как это взаимодействие с Господом происходит у вас, видите, вы чуть-чуть рассказываете, вы говорите «я неосознанно говорю». Неосознанно говорить невозможно. Когда человек что-то говорит, это все равно сознание. Вопрос только «чье». И вы когда неосознанно что-то сказали, надо взять и проверить «чье». Вот, например, у меня была такая ситуация. Я после обеда иногда просто отдыхаю, минут 20 сплю. Чтобы не пересыпать, иногда спрашиваю помощника, прошу, подними, помоги мне все это, проснуться. И вот не этот, не Игорь, который сейчас у меня, а Максим до этого был со мной, ездил долго. И я его спросил, пожалуйста, разбуди меня, зайди, скажи, что пора вставать. И все. Вот, и я лишь сплю, и через 20 минут такой голос Максима. Олег Геннадьевич, пора вставать. Я проснулся, смотрю, 20 минут прошло, встал. И подошел, говорю, спасибо, Максим, что разбудил. Он говорит, я не подходил, я забыл. Я тогда сел на кровать, потому что в этот момент, когда только произошло, и ты еще помнишь, я начал вспоминать голос. Я услышал, что он такой был очень уважительный, такой, Олег Геннадьевич, пора вставать. Я думаю, нифига себе, как Господь ко мне относится. Он так сильно всех уважает, он такой вежливый, оказывается. Я такой, мне очень было поразительно вообще. Я очень удивился. То есть, таким образом можно ловить Господа в сердце. Ловить на том, что Он тебе делает, для тебя. Но мы же думаем, я так не почудилась. Что значит почудилась? Это Господь тебе дал знание. Господь в сердце дает радость человеку, тревогу. Когда какие-то события тяжелые происходят, человек может предчувствовать, он может предвосхищать события. И это Господь в сердце показывает. Мне кажется, вот у вас была не так давно такая ситуация, что вы, вот не оглядываясь вы. Не, вот на первом ряду, девушка, да. Как будто вы почувствовали что-то, да? Нет такого, не было? Не так кажется, что было. Ну так, иногда Господь подсказывает. Здравствуйте, я хотела спросить у вас. А я вам уже кидал мандаринку, да? Нет. О, поймала, молодец. Вот сейчас все говорили про карму. Карма бред, карма множество, что надо чистить карму. Вот скажите, пожалуйста, есть это на самом деле или нет? Потому что сейчас это вот вот... Есть, но не так, как говорят. То есть как бы за это там берут бешеные деньги, чтобы тебе почистить карму. Ты там одиноком, потому что у тебя там карма плохая. Или там у тебя как прелаги на перешиве. Можно как-то узнать более развернутым там? Ну, допустим, ну кто-то увидел снежного человека там, да? Его сфотографировали, потом он скрылся там в горах, и больше его никто не видел. И все потом начинают рассказать. У него такой характер у снежного человека. Он иногда кушает, вот его предпочтения такие у него в еде. В семейной жизни он вот так целые сериалы про снежного человека начинает делать. Ну, а чтобы понять снежного человека, что надо сделать вообще? Надо его найти, с ним познакомиться и разобраться, что за человек такой. А выдумывать нет смысла. Что такое карма? Есть священные писания, они описывают этот термин, объясняют, как это действует, что это такое. Ну, человеку, допустим, взбрело в голову написать книгу «Диагностика кармы», но он при этом вообще не читал эти священные писания. И что-то сам свое там написал, что на тебя действует карма рода. Что вот из-за рода у тебя вот такие-то проблемы, это карма рода. Это полная бредятина. В священных писаниях... Но это их проблема. Потому что в священных писаниях написано, что человек свою карму зарабатывает сам. А в род он попадает в такой, потому что у этого рода похожая карма. То же самое, как, допустим, мы когда в магазин покупаем, мы одежду покупаем. Мы какую одежду покупаем себе? Которая нам по размеру подходит. Так? Это означает, что то же самое, мы попали в тело определенное. Но в какую мы судьбу попадаем? Которая нам подходит. Вот нам подходит такой род, чтобы воплотить нашу судьбу в жизнь. Но это не значит, что вот эти люди, которые жили до нас, виноваты в том, что с нами сейчас происходит. Эта вина находится чисто в наших прошлых поступках. И все. И род тут вообще ни при чем. Это просто так все надо, так совпадает все. То есть в нашу жизнь приходят те родители, которые должны нас чему-то научить, воспитать, да? Ну, которые подходят по нашей судьбе. Чтобы мы именно сейчас стали такими, допустим, были родители строгие у кого-то или еще что-то. Они могут нам милость дать. То есть если они будут терпеть наши прибабахи, будут стараться не реагировать на наши какие-то глупости. Это милость называется. А если они будут реагировать на все, вот как мы сделали, так и получили. Это называется карма. Потому что что достойный, то и получили. Ну, бывает же то, что, допустим, кто-то ничего хорошего не делает, но у него в жизни все гладко. Это значит, что он что-то хорошее делал в прошлой жизни. Вот взять, допустим, любого гипербогатого человека, он там наслаждается жизнью, денег никому не дает такой. А если посмотреть его прошлую жизнь, он всю жизнь там добрые дела делал. Просто его, ну, деньги сорвали крышу просто у него все. Он свело крышу. Знаете, деньги, власть, слава сильно портят крышу. Срывало крышу. И он пошел вот такой гулёш там туда, все. Не то, что в прошлой жизни, уже в этой жизни есть много примеров. У девушки, допустим, мне в Астане одна говорит, у нас нормальная семья была. Муж начал богатеть, сразу гулёш там, подружки всякие там, секс. Разрушилась семья. Просто потому, что он зарабатывать много начал. Поднимите круг, у кого вот тоже так же произошло. Вот, пожалуйста, тоже много случаев. Так что даже не в прошлой жизни, а с этой жизнью уже люди портятся характер из-за слишком большого успеха. То есть это тоже искушение. Ну, искушение своего рода. Да. Человек проявил какие-то свои хорошие качества. Да. Плохие. Да. То есть, но ничего не приходит зазря. А мы говорим, ну, человек, как бы, плохие дела делает ему, как с гуся вода. Знаете, что гуся вода не прилипает. Сухой всегда из воды выходит. Потому что он масло у него пелит. Как с гуся вода. Ничего не прилипло. Потому что это все, ну, с прошлого идет. Человек много добрых дел делал в прошлом. Поэтому получил хорошую судьбу. А в этой жизни он еще не успел наделать столько плохих дел, чтобы получить плохую судьбу. Но обязательно получит, если будет продолжать. Поэтому все зависит от наших поступков. Что Вы хотели? Вы сказали, еще хочу. Я хотела еще спросить Вам про предназначение. То есть, вот сейчас тоже говорят, что надо найти свое предназначение. Как это найти? То есть, допустим, мне сказали, что в прошлой жизни я не реализовала свое предназначение. Я должна была раскрыть какой-то свой талант. Я с этим согласен. Иногда попадают в точку психологии. Ничего не надо находить. Надо просто идти вперед и служить людям. То, что нравится, то и делать. Чувствуешь полезно, помогает людям. У тебя получается, делай. Постепенно будешь лучше делать. Постепенно будешь больше понимать. Путь всегда, это постепенно поступательный путь действий, направленных на пользу другим. Чем больше человек хочет себе чего-то, в том числе предназначения, тем меньше у него получится. Если ты хочешь реально что-то для других делать, тогда у тебя будет все получаться. Если хочешь для себя, значит, будет получаться, но хуже. А если сильно хочешь для себя, вообще ничего не будет получаться. Вы знаете, вот эти нищие люди, которые вот так сидят с протянутой рукой. Очень часто это люди, которые просто тупо не хотят работать. Некоторые из них считают, что слишком мало платят. То есть они ценят свой труп в тысячу раз больше, чем им могут заплатить. Поэтому они становятся нищими. Очень жадные люди. Ну вот допустим, в жизни, если я добилась каких-то целей, высот, да, но нет какого-то внутреннего счастья, удовлетворения. А это уже другой вопрос. Потому что вы не понимаете, что все, что мы здесь в этом мире делаем, это все не самое главное, то, что должен делать человек. И предназначение в данном случае означает поиск более высоких истин, а не предназначение. Вот в основном люди думают, что самые высокие истины связаны с работой. Самые высокие истины связаны с отношениями, а не с работой. И самые высокие отношения – это отношения с Богом, с высшей истиной. И это настолько сложная тема для понимания людей, что в основном люди даже в эту сторону даже не смотрят. А ваша неудовлетворенность внутренняя и указывают на то, что вы не понимаете более глубоких вещей просто и все. Истины, они очень сложны. Кажется, что я же должна, допустим, как Бог нас ведет, я должна жить для детей. Если женщина верит в детей, они вырастают эгоистами. Потому что если в человека верить, это кормит его ядом. А если она, наоборот, к ним строго относится, они потом благодаря отмаятся всю жизнь. Если женщина верит в мужа, он наглеет и превращается в мозг, бросает ее. Если сильно доверяет своим помощникам на работе, они постепенно начинают воровать и обманывать тебя. То есть вера – это очень сложная вещь. Людям надо помогать, заботиться о них. Но вера, веру надо отдавать Богу. Именно в вопросах веры находится слово предназначение, потому что есть такое понятие «миссия жизни». Вы знаете, что человек не может сам найти миссию жизни? Потому что миссия жизни дается только Богом, человеку. Если человек хочет искренне что-то сделать для людей ценное, то Бог его наделяет знанием о том, что ему надо делать в жизни, чтобы сделать большую пользу, принести. Это называется «миссия жизни». Не все люди получают миссию, только те, кто искренне хотят что-то сделать хорошее. Искренне идут. И когда ты хочешь заработать денег, славу, успеха, никто тебе не даст миссию жизни. Миссия жизни дается только смелым людям, которые отказаться от своих желаний, своих интересов. И она именно, когда человек миссию совершает, это дает самый сильный восторг в сердце. Человек чувствует огромное счастье, когда он действует на благо других. Для этого, чтобы понять эту тему, надо немножко, может быть, посмотреть. Вот есть фильм про одного врача, который, в конце концов, ушел из жизни, служа людям. И он пожертвовал своей любимой женщиной. Кто видел этот фильм? Как называется? Джузеппо Маскати. Джузеппо Маскати, да. Вот посмотрите этот фильм. Исцеляющая любовь. А? Исцеляющая любовь. Исцеляющая любовь. Исцеляющая любовь. Исцеляющая любовь. Вот посмотрите этот фильм и поймете, что такое миссия. Вот этот человек уже с молодости понимал, что такое миссия. Он шел к этому. И это святой. То есть это реально святой. Я когда смотрел фильм, я настроился над человеком. Мне Бог дал такую способность видеть людей, даже когда они уходят из жизни. и контактировать, ну, пытаться понять человека. Я когда увидел этого человека в раю уже, то я, конечно, был очень впечатлен этой личностью. То, что в фильме показано, абсолютно не преувеличение. Это реально вот такая личность, которая просто вот хочет свою жизнь отдать другим людям и вот так живет. И это называется миссия. Миссия означает, сердце горит. Горящее сердце у человека. Он горит в служении, в желании помогать людям. Вот это миссия называется. И чем больше бескорыстного вдохновения в сердце у человека, тем больше у него талантов пробуждается. Потому что душа бесконечна по своей природе в талантах. А душа, она всегда живет, когда она служит и спит, когда чего-то хочет своего. Сон души означает желание наслаждаться чем-то, а желание отдавать — это пробуждение души. Так говорят в священном писании. И пробужденные люди, вот Микеланджел, допустим, он постоянно там в мраморной пыли удышал, которая очень ядовито казалась. А он прожил 94 года. Почему? Потому что он был просто, он просто обожал делать вот эти вот статуи. И он очень красиво привлекал людей, люди просто завораживались его трудом. А он это делал из любви к Богу, из любви к людям. Не сильно хотел разбогатеть, просто вот с радостью трудился на благо трудив. Вот это называется миссия, когда сердце у человека горит, вот так настроено. То это означает, что он идет к миссии или свое предназначение изучает. А если более подробно, то у меня семинар называется «Предназначение человека». Найдите в YouTube, бейте «Предназначение человека». И там описывается постепенно пять стадий развития человека. Первая стадия – он не развитый человек. И не развитых мужчин называют подружками, а не развитых женщин – принцессами на горошине. Вторая стадия – это стадия хобби. Человек что-то делает, ему, блин, очень нравится, но никому это не надо. Он нарисует картины, их продает. Ему он очень нравится, но люди вообще не понимают эти картины. Потому что он находится на таком стадии развития, что он никому ничего хорошего не хочет делать. Просто хочет самовыражаться. На этой стадии, конечно, человек никогда не будет успешным. Следующая стадия называется «Деятельность по способностям». Человек уже начинает что-то делать для людей, делает то, что он открыл в себе, что он может делать хорошего, полезного. Он зарабатывает, человек, но при этом он не удовлетворен, потому что он устает много на работе. Он полезно делает, ухорошая зарплата, но ему хочется что-то большее. Следующая стадия называется «Деятельность по природе». Деятельность по природе означает, что человек действует с позиции разума, а разум действует только в бескорестной среде. Вот когда человек желание помогать другим поставил выше своих интересов финансовых, то тогда начинается деятельность по природе. И деятельность по природе, она больше даже денег дает, чем если человек действует своими интересами какими-то для зарабатывания. А потом еще выше деятельности по природе находится миссионерская жизнь, а это уже жизнь святого человека. Поэтому постепенно идет развитие человека в этих вопросах. И чем более возвышенные цели, тем сильнее развитие человека, сильнее успех, сильнее даже материальный успех. Последовательность этапов есть разная. Еще какие вопросы у вас? Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то, будучи родителем, скорректировать любого ребенка своего? Мандаринчик-то я вам забыл, бросите. Это можно соседки подать. Но вы и занимаетесь всю жизнь тем, что вы корректируете судьбу у ребенка. Вот чем вы занимаетесь? Вы помогаете ему сколько можете, заботитесь о нем. Вот это называется корректирование судьбы. То есть это называется милость. Если вы что-то делаете хорошее для ребенка, это корректирование судьбы. Это шутка на самом деле. На самом деле корректирование судьбы, знаете, это надо вот сесть перед ребенком и так. Корректирую судьбу. Корректирование судьбы означает добрые дела. Вот вы, допустим, пошли с ребенком и накормили птичек. Это корректирование судьбы. Или накормили друга, ребенок пришел с другом домой. Вы накормили, ребенок сначала накормил друга. Вы его попросили. Ты накорми Пашу, а потом сам садись кушать. Он говорит, мама, я хочу кушать. Ну давай накормим Пашу сначала. Ну ладно. И он начал кормить Пашу. Паша такой счастливый, говорит, спасибо тебе. И он думал, блин, как классно Пашу кормить. Вот это корректирование судьбы называется. Некоторые, конечно, по-другому понимают корректирование судьбы. Например, один раз муж смотрит. Его жена не спит что-то ночью. Он говорит, ты что не спишь? Я говорю, Саре как бы должна денег. Не могу отдать долг, я не сплю, поэтому он звонит. Говорит, Сара. Говорит, что такое? Чего ночью ты звонишь? Сара говорит, моя жена тебе денег не отдаст. Положу стропку. Говорит, теперь, говорит, спи спокойно. Пусть теперь Сара не спит. Тоже как бы он так. Человек думает, что это корректирование судьбы, он думает. Но это никакое не корректирование судьбы. Внешне кажется, что ты помог уже, вроде бы. Но это только внешне. Корректирование судьбы состоит из трех вещей всего. Потому что судьба — это действие на три тела человека. У человека есть три тела. Есть духовное тело, души, мы души. Как духовное тело, душа, она имеет всего три аспекта жизни. Первый аспект — желание вечности. Мы никто не хотим умирать. Это духовное желание чисто. Оно никогда не пропадает. Где бы мы ни родились, всегда мы будем хотеть вечно жить. Мы хотим любви всегда. Все хотят любви. Кем бы ни родился человек, всегда хочет любви. И третье — мы хотим знания. Вот желание знания вас привело в зал. Мы хотим знания. Это третье желание. Это душа. И корректирование в данном случае, что такое, означает усиливать эти желания. Чем больше желаний человек хочет счастья в жизни, тем лучше. Чем больше вечности хочет, тем лучше. И чем больше знаний он хочет, тем лучше. Все. Здесь только чем больше, тем лучше. Все. Больше никак. И настоящая жизнь означает, что человек стремится к этим вещам. Сильно стремится в жизни. К счастью. Зачем такое счастье. Некоторые люди тупо к счастью стремятся. Они там побольше денег заработают. Побольше удовольствия. Побольше спать. Некоторые люди больше спать. Некоторые люди спать. Еще спать. Побольше жрать. 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 Счастье. Повкуснее, вкуснее, вкуснее есть. О, счастье. Вот это счастье. Красная икра. Черная икра. Заморская баклажанная икра. Вот. И так далее. Некоторые люди думают, что нет никакого счастья в этой еде, там во сне, там во сне, в сексе, ну ничего никакого счастья, вот сколько ни пропало, ничего счастья нет. Где же счастье? Ну начинают более какие-то высокие аспекты счастья изучать, чем вот эти примитивные какие-то. Знания тоже. Можно стать, допустим, доктором наук по изучению чешуек у змей. И там давать интервью. Я изучил всех змей на земле. Знаю у каждой змеи сколько чешуек на теле. Один человек, он, у него была феноменальная память, он ничего не забывал. Это было еще до интернета там. И он запомнил расписание всех, полностью всех поездов. И он справочный работал. Мне не надо было даже, он узнал точно, в какой станции, какой поезд, когда отправляется. Он свою память на это использует. Память это феноменальный дар, который полностью может поменять жизнь человека. А он расписание поездов запомнил. Надо было еще запомнить расписание телепередачи, всем рассказывать, звонить. Когда будет, ну погоди, когда спят усталые игрушки. Вот. Следующее тело — это психическое тело. Психическое тело, когда у человека сгущается судьба, то человек начинает очень сильно погружаться в мысли о себе. Он не может вообще даже отвлечься на других людей. Значит, тяжелая судьба действует. И надо в это время делать добрые дела. Когда человек делает добрые дела, у него корректируется судьба, связанная с психическим телом. А есть еще физическое тело. И физическое тело, оно зависит от психических блоков. И оно корректируется судьба, связанная с болезнями человека, аскезами. Контакт он с природой. Вот когда человек длительное движение совершает, неподвижное положение тела, пост, контактир с энергией воды, солнца и ветра, он может избавиться от всех болезней, от плохого характера. Ну, то есть коррекция судьбы означает аскезы, добрые дела и отношения с Богом или молитвы. Вот три способа корректировать судьбу. Если вы с детьми начинаете аскезы делать, длительное движение, изучайте. У меня есть методичка, там описано. Это результат многолетней работы. Я все описал, как можно избавиться от хронических заболеваний, избавиться от каких-то трудностей судьбы, связанных с этим блоком в психическом теле. Изучайте, как делать добрые дела, чтобы успеха достичь, как молиться правильно. У нас очень много материала на эту тему. Вот это называется корректировка судьбы. Но можно пойти более простым путем. Например, прийти к бабке-гадалке, она вам все откорректирована. Если вам нравится такой путь, пожалуйста. Более подробно насчет бабки-гадалки, вот как это работает, почитайте. Есть книга такая, «Золотой теленок» Ильфий Петров написал. Там подобно описывается весь механизм корректировки судьбы вот этим методом. Мечта, да? Вот у кого нет мечты? Что такое мечта? Откуда она взялась? А? Да, молодец, да. Мечта взялась, у нас уже это было, понимаете? Что такое мечта? Это человек испытал что-то, очень много счастья испытал в жизни. И он рождается, и это счастье он помнит. Вот человек не помнит, что конкретно было, какие события были в прошлом, он не помнит. Но осталось чувство, что вот это принесет ему огромное счастье. И человек думает, как же мне это получить в жизни? Ну, допустим, если человек испытал сильную любовь, он рождается, и он ищет любовь. «Где ты, счастье мое? Кружит планета цветная. Где ты, счастье мое? Вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу. Счастье, счастье мое». Понимаете? То есть человек испытал счастье. Вы знаете, что такое безответная любовь? Человек может вспоминать другого человека много лет. Знаете, что это такое? Вот он подстричался с человеком, пообщался с ним, может быть, полгода. И потом не может его забыть. И вспоминает, вспоминает. Полжизни может вспоминать. Откуда этот феномен? Оказывается, память в прошлой жизни – это очень сильная штука. Она реально действует на нас. Очень сильно действует. И вот, допустим, есть же рай. Вы знаете, что есть высшие планеты, райские планеты? Там живые существа, в ведах написано, живут много лет, сотни, даже тысячи лет могут жить. Ну, в основном, вот я видел на земле людей, которые жили в раю, там, 300-400, может быть, лет, не больше. Ну, в основном. Но бывает это вести тысячи, в священное писание прописано. И представьте, вы в раю, из этих 200 лет, допустим, 150 жили с каким-то человеком. Там в раю нет проблем с семейной жизнью. Потому что туда попадают уже хорошими. Это сюда попадают с проблемами. Потому что земля предназначена для учебы. Она не предназначена для счастья. Здесь счастье, получается, как награду только. Мы даже не понимаем, куда попали. Мы что-то здесь ждем. Доктор, я вообще могу на что-то надеяться? Но смотря на что ты хочешь надеяться. Это анекдот. И человек в прошлой жизни очень сильно любил, в гармонии жил с кем-то. Вот любовь такая гармоничная очень. И он в этой жизни рождается, и он ищет этого человека. Он найдет этого человека. Вот тут в раю остался, его не найдешь. Но он может найти что-то похожее. И вот когда он что-то похожее нашел, есть такой феномен ослепления. Когда человек нашел, он начинает видеть в этом человеке то, что он видел тогда. То есть он в нем воспринимает не то, что есть на самом деле, а то, что было. И в результате он думает, почему этот человек не гайдирует взаимностью на мои чувства? Почему мы не с ним вместе? Почему мы в разлуке? И он может годами-годами вспоминать. Понимаете? И если потом, я много встречал таких людей. Я человека спрашиваю, а ты вот подходишь, ты когда вспоминаешь человека, его любишь, а ты когда подходишь к нему, начинаешь с ним общаться, ты чувствуешь, что это то именно, что ты чувствуешь или нет? Он говорит, когда я подхожу близко, я чувствую что-то другое. Когда вспоминаешь то, что надо. Ты вспоминаешь не этого человека, ты вспоминаешь то, что было в раю. Потому что этот человек, который в раю, он тоже существует в пространстве. И ты с ним контакт устанавливаешь, опутаешь его с этим человеком, который на земле. Вот это называется безответная любовь, моя хорошая. Вот у вас, например, вы жили более выше, чем земля в прошлой жизни. И там у вас примерно 65 лет, вы вот были прекрасные отношения с человеком. Он был очень разумным, таким добрым, очень поэтичным. Я вижу этого человека. И сейчас вы ищете на земле этого человека. Но его здесь нет. Здесь уже такого не будет. Поэтому здесь вы не сможете испытать те чувства, которые вы там испытали. Это называется мечта. Мечта означает, что человек ждет от жизни того, что он испытал. Именно мечта движет человека в жизни, сильно движет. Но человек должен понять, что мечта сама не приводит к цели. Вот есть такое, допустим, визуализация. Слышали? Это полное предятие. Да? Ну, предятие, допустим, ты свяжел. Доктор, 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 я говорю, доктор, знаете, с меня постоянно крокодильчики вылетают. Доктор смотрит, а что вы на меня-то их, блин? На меня-то их, что за вас? Это называется предятие. Вот. Понимаете? И мечта достигается с помощью пути. Человек должен идти, действовать. И действие всегда означает на благо других что-то делать. Вот если ты хочешь идти к своей мечте, тогда надо идти. Если человек мечтает, то можно погрузиться в мечту. Это погружение в прошлой жизни. Допустим, девушка в прошлой жизни имела прекрасного мужа, допустим. Он такой классный, понимаете. И она постоянно его ждет, вспоминает. А как вы думаете, она замуж выйдет или нет? Ничего, наверное, она точно не выйдет замуж. Это коню даже понятно. Вот. Точно она не выйдет замуж, потому что она мечтает. Для того, чтобы выйти замуж, надо мечту превратить в действие. И надо знать, что делать. Вот, например, если ты хочешь нежности, чтобы к тебе нежно относились, надо самой быть нежной ко всем. И тогда ты достигнешь нежности. Если ты хочешь заботливости, будь заботливой, тогда получишь заботливость. И так далее, понимаете. Ну, то есть, а если ты мечтаешь, то тогда ты ничего не получишь. Потому что ты проживаешь прошлую жизнь свою, и все. Ты живешь в том, что было. Один мужик нашел лампу Аладдина волшебную. Потер, джин такой, выходит, говорит. Слушаюсь и повинуюсь. Говори, что хочешь. Он такой, ты что, волшебная лампа-то? Аладдит, что ли? Да. Загадывай желание. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Знаете, мечта не дает человеку победы. Она разрушает человека. Это огонь, который уничтожает жизнь человека. Огонь, разрушающий жизнь. Если ты сидишь, мечтаешь, ты разрушаешь себе жизнь. Превращай мечту в поступки. Хотите диагностировать свою судьбу? Первая простая диагностика. Вот чего вы хотите сильно в жизни? Вот сильно вас просто трясет от этого желания. Это у вас уже было в прошлой жизни. Можете не спрашивать Олег Геннадьевич. Это точно уже конфернен, подтверждаю. Это точно было. Все. И теперь, как этого, почему тогда этого нет со мной? Потому что что-то накосячили. Мы что-то накосячили и потеряли то, что было. И как этого достичь? Мы выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть. В пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. То есть, с одной стороны, надо поверить в мечту, что у тебя все получится, а с другой стороны, надо идти, а не сидеть и субблизировать. Вижу, вижу алые грозди лепит. Вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу садца скамьею ворот. Ты не Витя, а иди знакомиться. Что-то видеть. Стоять. А вот правильно это? Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-дук-дук. Волок-дук-дук. В Караганду. Сам я за ответом приду. Понятная система? Итак, первая диагностика судьбы. То, что вы сильно в жизни чувствуете, это уже было с вами. Это достояние в вашей судьбе уже есть. И чтобы его достичь, нужно вот именно это делать для других. В этом направлении другим что-то делать. Давать другим то, что вы ждете. Или что-то наподобие этого. И вы получаете сами. Теперь есть вещи, которые человек получает просто с рождением. Потому что просто рождение тоже не просто так. Вот, допустим, у человека есть три энергии, ради которых человек может жить. Энергия вечности, она для мужчин, для женщин одинаковая. Никто не хотел умирать. Все хотят жить. Некоторые, правда, считают, что женщины больше хотят жить. Исляжат спросить. Женщины, кто больше жить хочет? Женщины, как женщины больше хотят жить? Они уверены, потому что мужики там все идут, погибают, сражаются. Женщины не сражаются, значит, они больше хотят жить. Нет, желание жить у всех одинаковое. Просто по-разному оно воплощается в жизнь. Кто-то сражается с опасностью, кто-то от нее бежит. Разницы нет. Все равно желание жить одинаковое. Что у мужчин, что у женщин. А вот желание любви и желание побед разное. Когда душа хочет гармонии, счастья, нежности, ей все задолбало уже, вот все это, не урядится эти в жизни. Хочет как-то нормальной жизни. Да, душа хочет счастья, просто счастья. Тогда она какое тело получает? Женское. Женское. Когда душа думает, блин, сколько можно уже, надо что-то менять вообще. Надо, чтобы все нормально было, нужно достичь всего, чтобы все, ну как, не устраивает меня все это. Ну, я хочу больше, надо сильнее, больше, лучше. Тогда какое тело мужское? Девочка рождается, маленькая девочка. Она смотрит на людей, чем она, как она хочет, чтобы к ней относились. А? Я вижу, что я говорю. Она всем показывает, я хорошая, я хорошая, я хорошая. Знаете, это подсознательное, тайное восприятие женщины этого мира. Я хорошая, она всем доказывает, я хорошая. У вас маленький мальчик, у кого есть? Да, подойдите к нему, маленький совсем там, три годика там, четыре, подойдите к нему, спросите, ты хороший? Хороший. Он скажет, хороший? Не всегда, допустим, он нашарит, подойдите к нему, ты спросите, ты хороший? Он скажет, нет. И ему что, это будет, надо быть хорошим мальчиком, что ли? Да ему пофиг. Так или нет? А? А, наоборот, девочка говорит, если она будет девочкой, то и не делает все на первую. Такое может быть, а значит, она еще не поняла, что она девочка. Бывает, что в прошлой жизни мальчиком была, и она еще не поняла, в каком теле она родилась. Мальчик бывает, рождается, и с детства такой. Это значит, что он еще, вся девочка воспринимается в прошлой жизни. Бывает, девочка, так. Значит, она мальчиком еще себя чувствует. Но потом это все меняется, девочка становится такая ласковая, нежная, мальчик смелый. Так? То есть вы же не всегда. Не всегда, значит, надо помочь человеку, чтобы он себя понял. Я понимаю, что есть и те, которые не меняют предпочтений. Потом надо, правда, пластические операции делать, потому что тело по-другому выглядит. Ну, как бы тебе хотелось. Ну, это уже отклонение. Не, ну, смотрите, бывает, что вот девушка, она вот внешне, все девушка, все устраивает. Ну, а повадки у ней такие, как бы, сказать, вот, может, внешне у тебя, как бы, на своем... Но она все равно в сердце, она считает, что я хорошая. Я же 30 лет лекция уже читаю, я много девушек видел, всякие. В сердце все равно девушка считает, что я хорошая внутри себя. А мальчик, он хочет победы, он хочет достичь цели своей в жизни, победы хочет, преодоления трудностей. Девушка тоже, девочка тоже хочет побед, но не так сильно. Она хочет любви, гармонии. И почему она трескает? Потому что ее не понимают. Если глубоко понять, вот почему девушка, девочка агрессивно себя ведет. Потому что не слишком нежно к ней обращаются, ее не понимают. Она не чувствует взаимности, поэтому она может агрессивно себя повести. А мальчик хочет признания. Ну, идите ко мне сюда. Как вас зовут? А? Давай. Как вас зовут? Аниса. 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 Аниса, да? Ой, какой красивый. Аниса. 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 Ой, какое красивое имя. Подходите ко мне. Аниса. Твой палка спрятал. Аниса. Победили сильно. Девочка обедили. Кто-то обидел, наверное, года два назад, да, вас обидели? Вспоминайте Аниса, когда вас обидели, наверное, года два назад, да? И вы хотите всех покоцать, да, из-за этого? Да, моя хорошая Аниса. Какая хорошая девочка, смотрите. Ну, вот вам мандаринка. Благодарю. Дайте вас благословить. Вот, какая Аниса. А у меня шрам тут на голове. Я к вам пришла... Смотрите, девочка же, правда? Ну, какой халт там или что-то. Не он здесь. Садитесь. Да ладно, садитесь. Все нормально. Видите, хорошая такая. Моя хорошая есть проблемы. Когда человеку очень больно, он каким угодно может стать. Для того, чтобы он стал нормальным, нужно просто уменьшить боль. Кто-то должен это сделать. А если вы хотите быть хорошей, а лучше быть счастливой? А это то же самое. Но вы внутри хотите быть хорошей. А что значит хорошо? Вот вы когда со мной говорите, вы так... А что значит хорошо? Вы же не говорите, а что значит хорошо? Нет, все хорошо. А что значит хорошо? А что значит хорошо? Вот. Видите, девочка... Девочка, она ведет себя нежно. Почему? Потому что она хочет, чтобы все поняли, что она хорошая. А мужчина может и нежно даже заповести. Так? Девочку, конечно, можно тоже обидеть. Вот я ее не слышал, она обиделась уже. Сейчас будет ругаться со мной. Я не слышу. Что значит быть хорошей? Девочка хочет быть хорошей. Вот она будет изучать жизнь. Она не знает, что значит быть хорошей. Поэтому она старается. Это путь жизненный. То есть, когда женщина понимает, что значит быть хорошей, она становится святой. Мужчина, когда он побеждает, понимает, что значит побеждать судьбу. Он тоже становится святым. А до этого целый путь у человека, понимаете? Путь целый надо пройти. Есть мужской путь, это путь побед. Мужчине нужно признание. И здесь не надо ходить к бабке-гадалке, чтобы понять глубокое желание мужчины. Он хочет преодолевать трудности, побеждать. Он хочет стать сильным. Мужчина. Женщина хочет гармонии, нежности. Иногда у нее просыпается бесенок, потому что ее плохо к ней относятся. Но это не значит, что это глубокое желание женское, оно куда-то делось. Оно есть. И поэтому диагностика человека очень простая. Ты посмотри, кто теперь такой. Девушка стоит или парень. И сразу уже понятно. Глубокое желание человека. У женщин глубокое желание – это любовь, доброта, нежность, красота. Все прихорашиваются женщинам. У женщин глубокое желание гармонии с окружающим миром, гармонии, гармоничных отношений, желаний у женщин. Мужчины – признание.